привет всем недавно слушали мы вместе и смотрели на пластинки body guy тут их много и я так погрузился музыку body guy опять в очередной раз занырнул в блюз не бывают такие периоды когда пару месяцев слушаешь джаз больше ничего потом неделю слушаешь панк-рок а потом полгода слушаешь блюз ну не бойтесь полгода я не буду рассказывать и показывать один блюз потому что ну большой выбор вообще большую коллекцию дома иметь стоит с одной единственной только целью мы приятель панкер большой кинопродюсер и наш старый товарищ как-то сказал мне давным-давно еще когда мы слушали новую волну исключительно новых романтиков электропоп очень любили это дело он сказал знаешь рыба вот мне иногда и иногда просыпаюсь утром мне хочется послушать боба дилана я протяну руку и возьму пластинку боба дилана а завтра мне хочется проснуться точнее завтра проснуть и мне захочется послушать genesis я протяну руку достану genesis вот для этого и нужна большая коллекция я не говорю про скачивание в интернет из интернета в собственный компьютер всяких разных файлов я не слушаю музыку из интернета в принципе слушаю только с ознакомительными целями когда что-то новенькое выходит там он музык гайд мне присылает письма рассылки где вышло 15 новых альбомов сегодня и я смотрю где-то что-то ткну там послушаю что-то но не более того но эта привычка никого не призываю покупать виниловые пластинки виниловые проигрыватели это отдельная часть жизни на которую нужно тратить достаточно количество времени денег но деньги мы тратим и так на все подряд поэтому про трату денег и вообще не говорю это не является каким-то барьером деньги не потратишь на это потратишь на что-нибудь другое все равно потратишь тут это вообще не важно не играет роли так вот о чем я говорил о большой коллекции да ход занырнул опять в блюз и слушаю его уже сутки благо есть что слушать нельзя не вспомнить связи с бадди гаем про которого мы совсем недавно с вами говорили жон или хукер а пластинка берлин трудно говорить о хукере трудно говорить о том какая пластинка у него самая лучшая таких пластинок нет дискография его огромна сколько точно пластинку джона или хукера не знает никто потому что как водится у старых блюзманов у настоящих блюзманов я имею ввиду настоящих корневых то есть тех людей которые создавали эту музыку непосредственно а джон или хукер относится именно к этим к этой входит в эту плеяду музыкантов просто масса песен записывалась и выходила на синглах потом эти синглы в огромном количестве потом эти синглы компилировались и выходили альбомы собранные из этих самых синглов музыканты переходили из одной компании в другую компании между собой заключали договоры что-то выкупали что-то не выкупали те же самые песни потом выходили в другой казакской в другой компании на других пластинках на других альбомах с другими названиями и поэтому дискографии какого-то невероятного размера все у джона ли хукера в том числе и у него очень много номерных альбомов естественно таких классических каталожных но масса еще сборников которые являются по сути тоже номерными альбомами поскольку где-то что-то там пять песен у них есть которые не входили ни в один номерной альбом кроме того джон ли хукер обладал таким свойством что как написал один критик кстати правда совершенно написал что джон ли хукер обладает удивительным талантом петь одни и те же песни совершенно по-разному меня их до неузнаваемости а иногда не меня их до неузнаваемости оставляя в неприкосновенности но меняя звук меняя подачу меня манеру исполнения и все такое прочее и это звучит как новая абсолютно песня но это не говорит я не хочу сказать о том что у джона ли хукер мало песен он все время повторялся и пел одно и то же ничего подобного у него гигантское количество песен столько сколько написал джон ли хукер не написал наверно не один музыкант другой очень много первые записи были в сороковых годах в середине сороковых годов прошлого века и с тех пор собственно до начала третьего тысячелетия он записывал пластинки записывал новые песни первая запись сорок восьмом году у него была первая запись но я хочу сказать не об этом я хочу сказать я начал говорить о песнях которые перепевались несколько раз самое известное вам наверно полотно это бум бум естественно бум 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 самая классическая песня написана она была в 1961 году что не точно потому что точности в джоне ли хукере нет вообще нигде никто не знает даже точную дату его рождения и все энциклопедии пишут что он родился то ли в 1913 году то ли в 1917 джон ли хукер ни разу жизни не дал точного ответа на этот вопрос в каком году он родился и поэтому сколько ему было лет не знает никто в любой момент его жизни в любой момент его творчество вот такая штука настоящий блюзман классическая история из беднейшей совершенно семьи хотя отец его был проповедником все равно жили очень бедно жили в штате миссисипи где родился джон ли хукер то ли в тринадцатом то ли в семнадцатом году мы не знаем история умалчивает об этом услышал музыку кстати музыку светскую ненавидели в семье потому что отец был проповедником но отец быстро из семьи ушел пришел другой милый человек для его мамы который как раз любил музыку светскую и джон ли хукер благодаря своему новому папе стал играть блюз бедствовал бедствовал хотя и не бедствовал потому что материальное бедствование это не бедствование это просто бедность а бедность это не небольшая беда если человек играет на гитаре вот он играл играл в разных местах в разных местах туда-сюда в мемфисе там где угодно сочинял песни песни сочинял такие которые ни одна фирма не бралась записывать потому что блюз джон или хукера был и есть не похож вообще на традиционный блюз на то к чему привыкли все какой-то блюз вроде бы но блюз очень странный то ли буги то ли не буги то ли для буги очень медленно для блюза очень странно монотонно почему-то в одном аккорде или в двух не катила не не люди не слышали эту музыку не понимали но люди те которые занимались бизнесом а те которые не занимались бизнесом а просто слушали музыку те все прекрасно понимали и всем все нравилось и в конце концов все у джона ли хукера сложилось вот такая замечательная замечательная история хотя у блюза вообще ничего не складывалось никогда потому что я уже говорил когда мы рассказывали друг другу про бадди гая что блюз коммерческим практически никогда не был единицы добивались коммерческого успеха но джон ли хукер за счет своего трудолюбия адского и конечно же таланта конечно же таланта потому что это действительно икона это действительно икона блюза и когда люди говорят о блюзе джон ли хукер всегда тень джона ли хукера также как и тень мать диатарса с другой стороны перед нами встает но возвращаясь к теме уже забытой мной о повторе песен да вот бум бум написано в 1961 году вроде бы как но известна она больше по более позднему исполнению по значительно позднему исполнению по пластинке бум бум которую джон ли хукер записал уже где-то на грани третьего тысячелетия с участием огромного количества известнейших музыкантов в электричестве в таком жестком драйвовом бум 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 почти хард-рок какой-то такой песня от этого хуже не стало она осталась другой просто ну кстати говоря фильме blues brothers она исполнена в таком каком-то среднем варианте почти как вроде бы как изначально она была написана но и приближается уже к к этому тяжелому бум 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 с давлением с таким мощным гитарным но вот бум бум на пластинке берлин звучит аутентично и я очень советую этот альбом послушать всем кто любит блюз или хочет полюбить блюз здесь бум бум настоящий бум бум с тонкой гитары джон или хукер и с его молодым еще сравнительно молодым голосом с драйвом но без давления рокового а с драйвом внутренним с тем самым да с тем самым драйвом что и является блюзом очень многие смеются особенно начинающие музыканты не начинающие музыканты большие музыканты не музыканты не смеются когда говоришь о том что блюз это чувство это филинг это чувство без чувств можно играть один аккорд но с чувством правильно искренне от души тогда это будет блюз профессиональный музыкант никогда не скажет что это неправда а начинающий гитарера который вот пытается пентатонику фигач и все там на трех аккордах этот человек просто не врубается просто не врубается спросите любого музыканта серьезного он вам скажет что абсолютная правда только чувство это и есть блюз и и кайф слушания блюза именно в том что ловишь чувство музыканта и проникаешься ими и понимаешь о чем он поет о чем он играет для чего он это делает и когда входишь с ним резонанс тогда и получаешь кайф от этой музыки которая вроде бы вся если так смотреть холодным взглядом вроде бы она вся похожа а на самом деле она вся разная ну вот бум-бум в этом легком условно исполнении потому что исполнение условно легкая эта пластинка пластинка выпущена компании виджей эта компания принадлежащая афроамериканцам основанная в 1953 году и она конечно очень аутентично подходила не допускала никаких вольностей черные артисты играли так как надо записывались так как надо здесь джон и с джоном ли хукером играет довольно большой бэнд из компании матаун пришедший с матауновским звуком с тем звуком который очень любил джон леннон кстати он очень любил музыку матаун то есть музыку слову в основном ну здесь и тенор сакс баритон сакс фортепиано гитара бас ударные фамилии назвать не буду они никому ничего не скажут что это штатная группа матауновская была которая аккомпанировала массе крутых артистов в том числе джона ли хукеру после бум бум начинается процесс песня медленная легкая вроде бы но с такой мощной духовой пачкой что она кажется тяжелым уроком и впору играть ладзеппелин эту песню процесс медленную легкую с таким духовым рифом который пронзает и тащит все это дело что прямо слышится какой-то такой вот блюзовый ракешник last a good girl весело с подходцем and you live очень медленно проникновенно и джон ли хукер своим молодым но очень мощным голосом поет вот этот самый не улив и конечно прекрасная песня blues before sunrise с гитарным соло странным блюзовым странным но вот она кажется таким ковыряльным но вот это ковыряние в нем такой кайф а ковыряние это сыграно профессиональными музыкантами и сыграно именно так как нужно потому что если чисто здесь тоже чисто все но если вот так вот без ковыряния а так легко сыграть всю песню умрет сразу превратится в попсу унылую и безобразную здесь все очень хорошо let's make it all time shiny onions вторая сторона i got a letter классика просто для тех кто только-только подходит к блюзу вот послушать i got a letter вот то чего вы ждете сразу вот это вот вот все прямо здесь есть только все очень хорошо и правильно drugs drugstore woman keep your hands to yourself очень странное произведение которое как-то как-то слишком веселенькая водой воду из и вообще напоминает какую-то ламба бы не ламбаду какой-то латинос очень странный такой но здесь постаралась группа матаунов sky уже от души также как постаралась она в последней песне take a look at yourself там уже с женскими подпевками с бэками уже какое-то веселье странное для джона ли хукера потому что музыка его очень серьезная очень глубокая очень проникновенная тут какие-то танцульки устроены но тем не менее альбом очень хороший он очень разнообразный плотный по звуку чтобы не отпугнуть тех кто у блюза только подходит не отпугнуть их пластинками джона ли хукера где он играет только на акустической гитаре в одном аккорде иногда в двух люди послушать скажу я вообще этого не понимаю ничего не хочу здесь очень всего много звука много все плотно все интересно два гитариста три духовых бас барабаны женские подпевки но не попса при этом настоящий честный не смейтесь искренний тысячи процентный без джон ли хукер долин про джона ли хукера я запишу еще роликов 30 поэтому и про историю его и про его жизнь и про его альбомы очень разные несмотря на то что все это блюз джон или хукер мы еще с вами поговорим пока пойду пить и все